Всем привет, дорогие друзья! Подмосковье, это арена Химки. Приглашаем вас на третий тур Фонбет Кубка России по футболу. Футбольный клуб Химки принимает в этом третьем туре футбольный клуб Москва. Встречаются команды, которые соседствуют в турнирной таблице не только Кубка России, но и соседствуют в чемпионате России. Тоже недалеко друг от друга. Локомотив 12, Химки 13. В прошлом сезоне яркий матч был в Черкизве, который завершил с победой железнодорожников со счетом 3-2. Уезжал, правда уехал к Бане, у него там проблемы с документами какие-то были, и Гобниев сказал, что он отправился их решать. Атака локомотива Педро Габриэль, удар! Нет, это не гол, это не гол Митрюшкин, команда выручает, Педро Габриэль, новый бразилец. Не будем останавливаться на его имени, потому что я пообщался с пресс-службой локомотива, сказали, как хотите, так и называйте. Нет никаких проблем, руководство ему даже предложило переделать фамилию Садыга. Попытка пяткой сыграть едва его перехитрил. Ну и здесь Миранчук, вот момент у Керка, и снова Митрюшкин, и Керк, вторая попытка, из пустых ворот мяч выносится, но положение вне игры, пусть и бьет уже после свистка Нинахов. Неправильно, мне кажется, Нинахов поступил, уже после свистка откровенно пробив поворотом, и опять отметим действие даже после свистка Антона Митрюшкина. Из стандарток оригинальные угловые, подсмотренные в чемпионате Китая, в чем сам признавал Спартак Артурович, но пока его команда обороняется. Какая скорость отличная у Педро Габриэля. О, штрафной, и его первый гол! Его первый гол в российском футболе. В кубковой встрече, не в чемпионате, а в кубке забивает Педро Габриэль и его бразильский танец. Ну, парень техничный, очень резкий, хороший заброс мяча, но как же он здорово на скорости убежал. Ну, я так думаю, что если бы просто по прямой даже он бы побежал сейчас со своим оппонентом, а это был, по-моему, Камлашев, то убежал бы. Миранчук, понятно, забросил, но посмотрите, какая скорость. И, во-первых, есть пространство после передачи Антона Мирычка. Ну, спрашивается, кто еще в составе Локомотива должен... Ой, какая снова передача! И не пожадничал! Не загадал. Да. Я на стадионе, на табло увидел секундомер, так что все нормально. Но Антон Митрюшкин, да, здорово играет на выходах, здорово отбивает мячи сегодня. Но мы пока что не особо видели, как Митрюшкин играет ногами. Передачу. Можно здесь похвалить. Еще один пас Миранчука. Опять в эту же зону, откуда был забит мяч Митрюшкин в ближнем углу. Снова тащит мяч. И вот эту зону, конечно, надо дорабатывать. Не успевает Данил Миранчука. И атака на скорости. И опять туда на Педро Габриэля. Хорошая передача. И в центр сместился Габриэль. 2-0. Но это шик. Это просто шик. Но здесь на смене движения очень грамотно увел Изидор. Своего оппонента освободил центр. И Педро Габриэль отмечается дублем уже. Что, еще одну замену ждем? Еще одна голевая передача. Еще одну замену ждем на правом фланге у Химок. Жди. Но кого там менять? Если только кого-то из центра... Но из центра полузащиты сделаны две голевые передачи. В целом Миранчук абсолютно один. Абсолютно один. Здесь нет положения вне игры. Опа. Всех перехитрили. Так, не получилось. Глушаков. И вот так вот. Опытный Денис Борисович пробил мимо. Это был первый удар Химок. Миранчук. О, как здорово. Ой, как здорово. Но положение вне игры. На третьего был розыгрыш мяча. Карпукас чуть-чуть силу передачи не рассчитал. Ну, а все рассчитал Артем Чистяков. Ровно минуту он добавил. Минута позади. Ильи Садыгова, который, будем откровенны, в первом тайме смотрелся не очень убедительно. Педро Габриэл отметился дублем. Где Оренбург принимает московская Динамо. Но Антон Миранчук готовится сделать третью голевую передачу. Вот туда на Изидора. Изидор. Митрюшкин, на мой взгляд, абсолютно лучший игрок первого тайма в составе подмосковной команды. Мяч снова в ближнем углу забирает. Александр Пойда. С днем рождения тебя еще раз, дорогой. Как дела? Как прошел перерыв? Сейфединов помогают сегодня Артему Чистякову. И Кирилл Силантьев, резервный судья. Была тихая проверка. Она закончена. Педро Габриэл. Удар. 3-0. Кирилл Хет-трик. Хет-трик. Но у нас в этом сезоне вообще хит-триков немного. По-моему, Хет-трик делал Сычевой. Делал Игнатьев. Сейчас Педро Габриэл. И кто еще? И получается... Вендол, да. Вендол с Оренбургом. Вендол с Оренбургом, да. Ну и все. Тут по хит-трикам-то у нас еще пальцев одной руки даже хватает, чтобы перечислить. Антон Миранчук. Антон Миранчук. Хет-трик голевых передач. Локомотив обыгрывал еще и при предыдущем тренерском штабе со счетом 3-0. Подача. Удар головой. Это Изидон. И это Митрюшкин. Митрюшкин, которому нет ни одного вопроса по трем пропущенным мячам. И который в остальные моменты играет очень здорово. Здорово. Алексей Миранчук вернулся в строй. А сейчас Руденко. И вот надо один забивать. Руденко. 3-1. Положение вне игры. Положение вне игры. Жди и смотри. Если не уверен, может быть со своей половины поля Руденко бежал. Нет, не со своей. И положение вне игры действительно было. Вот по центральной линии очень, очень все хорошо видно, как расположились. Да, ну тут офсайд. Только бригада во главе с Виталием Ганюшкиным продемонстрировала. Нинахов. О, какой пас Нинахова. 4-0. Какой пас. И Нинахов. Смотри, какие выдает сегодня. Фантастическая передача. Передача просто в космос. Да, и Вильсон Изидор забивает еще четвертый мяч. Вот только отменили гол ворота. Локомотив и сам Локомотив забивает. Вот как раз на радость болельщикам, которые за воротом Митрюшкина. Митрюшкину можно только посочувствовать Антону в административном штабе. И не только там изменения какие-то кадровые. И вот еще один забег. И опять как же бежит. Как же круто бежит. Как же он круто бежит. И пятый. И он еще и покер делает. Так, пожалуйста, Перей разобивает. Локомотив еще не достает. Забечи. И 5-0. 5-0. Я вслух это говорю. Я говорю это вслух. И я не понимаю, что вообще происходит. У Коменшоу 5 это просто эмблема. Вот 5 сегодня отправляет Локомотив в химках ворота подмосковного команда. Ну чудовищно. Чудовищно просто играет. Со своей половины поля бежал. Неплохо. Игнатьев. Игнатьев. Отличная передача. Раконец. Мягкий заброс. И... Нет, не забивает. Иван Игнатьев покатил налево. Мягенький заброс. Раконец. И... Ну нет, штанги не было. Штанги не было. Но все равно опасно. Да. Идову и Митрюшкин. Справились. Молодец, Антон. Быструю реакцию продемонстрировал. Были сообщения, что оказывается не один Семен Зигаев смотрит эту игру. Концовку. Потому что сейчас Миранчук. Класс на Камано. Прямо в грудь игрокам. Это интервью. Думаю, да. Или как. Сегодня Баринов не играет. Раконец. Прошла передача. Игнатьев. Удар и снова Митрюшкин. И не было положения в Нигру. Еще один удар. Но не Педро Габриэл. Не Педро Габриэл. Антон Миранчук сам сегодня очень хочет. Но у Педро Габриэла, конечно, ситуации были. Попроще для ударов. И штрафной все удары наносил. Смотрим. Раконец-то смотри как, да? В подыгрыше. И здесь. Оп. Ну так. Ассистентом главного орбита. А вот здесь. Ломовицкий. Понятное дело. Ломовицкий. Подача. И вот момент. Хорошая подача в район 11-метровой отметке. И там Филин. Головой переправлял мяч. Александр чуть-чуть не попал. Если я не ошибаюсь, в Кубке России это пока самая крупная победа вообще из всех матчей. Такой результат. Но может быть все-таки удастся Химкам один мяч отыграть. Ломовицкий. Штрафной. Передача назад. Под удар. И будет удар. Ну туда в дальний угол. Бутам Магомедов мяч покатил. А Брайану и Дову не хватило каких-то сантиметров до мяча добраться. Обидно даже. Обидно. Обидно, да. За Химки. Мне кажется, вот за настырность, за настойчивость, за такую нахрапистость во втором тайме уже даже после того, как счет стал 5-0 в пользу Локомотива. Все равно Химки искали свои шансы. Были возможности забить. Но сделать этого не удалось. 5-0 матч-бенефис для Педро Габриэла. Матч шикарный для Антона Мирончука. Если, конечно, не помарочка одна с полученной желтой карточкой. Но покер впервые в истории Локомотива. Футболист делает покер. Педро Габриэла впишет и этого футболиста в историю железнодорожников. И этот матч, конечно же, станет важной точкой в новой истории для Локомотива. Локомотива.